Друзья, всем привет! Я художник Елизавета Шумилова. Сегодня мы будем рисовать анималистическую тему пастелью. Сюжет. Главный герой кот. Видите, такой чудесный жижий котик. Рисовать мы будем на вот такой вот бумаге крафтовой. Она специально продается в магазинах художественных. Вот такой фактурный лист. Легкая фактура, наверное, леглененькая. Его возьмем цвет за основу. Ножки под кота. Такой вот у нас котик. С такими живописными шерстинками. Все в основном в светло-коричневых и белых тонах. Будем использовать пастель Олки. За основу ее возьмем и закладывать. Вот эти вот оттенки шерсти. И еще у меня есть карандашики сепия и сангина разных оттенков для деталировки. Еще обязательно белый карандаш. Такой, такой меловой. Усы, белую шерсть. И белую пастель тоже обязательно будем использовать. На всякий случай, я еще приготовила цветные карандаши полихром. Такие. Если нам что-то понадобится, уточнять. Может быть серый. Может быть белый. В таких карандашах, в такой белый, обычно, более сочный цвет. Более яркий дает. Так. Наша основная задача разметить кота. Немножечко сложность есть в том, что он развернут. Он не анфас. Слегка в три четверти кот. Внимательно сейчас будем смотреть. И смягчать. Вы себе распечатаете или с компьютера смотрите. Я буду смотреть из своего кота здесь. Компонуем в лист так, чтобы было нам удобно. Чтобы по композиции было мордочка примерно в центре. Здесь у меня на распечатке морда кота слегка большая. Больше чем... Не больше, а четвертый формат. Но уши почти выходят за края. Мы немножечко уменьшим. Возьмем пастель светленькую. Традиционно попробуем цветами бумаги. Вот такой светлый. Можно еще попробовать вот такой. Сейчас мы посмотрим. Такой темноватый будет. Он у нас как бы светлый на темном фоне. Фон темнее. Значит нам нужно рисовать светлый пастель. Так что первый вариант. Ну вот еще конечно не светлый. Вот такой оттенок. Он наверное слишком будет светлый. Давайте возьмем его. Давайте возьмем вот этот оттенок. Размечаем. Вот он примерно должен быть. У нас мордочка где-то здесь. Намечаем линии дальше, которых не должна выходить морду кота. Примерно так. Сверху. Особенно это важно сверху. Чтобы у нас уши не уперлись в край. Примерно сопоставляем. С ушами. Так. И так. Почти квадрат. Это щек. Так. И примерно. Так. Морда кота примерно в форме сердечка. Развернутого немножко от нас. Если внимательно посмотреть, у него серединная линия. Так идет. Здесь. Тут только. Здесь такое сокращение. Щи в два раза. Вот она у него. Примерно форма сердечка. Примерно. Так и рисуем. Не бойтесь ошибиться. Ничего в этом страшного нет. У всех получится замечательный код. Все дело будет в его шерсти. красивые глаза. А если немножечко ракурс будет не такой как у меня, поэтому нет ничего страшного. Примерно. Так. В центральной где-то здесь мы на месте глаза. Здесь голова у котика круглая. Примерно так. Вот здесь вот на вершинах сердечка мы нарисуем уши. Одно ушко и второе. И второе. Сейчас оно возможно будет маловато, но дорисуем угол найти место уху. Вот центральной линии. Примерно здесь. Смотрите внимательно за формой ушей. У него кто-таки особенный, специфический. Здесь у нас холка и вот так пряменько примерно будет у нас нос. И такие у кота щечки. для формы. Больше меньше мы потом будем регулировать. Такой немножко надо поглошь и не посадить ротик. Чтоб пол круг носик. пригодящий глазик. Глазики у котов очень выразительные. Можно нарисовать чуть покрупнее, чтобы были более выразительные. Следите за формой этих век у кота. Постелюсь хорошо, можно пальцем стереть. Ничего страшного, если форма сразу не получится. Мы цветом, штрихами все можно будет выровнять. Вот мордочка, что-то вроде скулы здесь. Вот нарисовать примерно отсюда сюда такие формы. Вот. Сразу стало видно, что я ошиблась с ухом. Стало сделать норочку поуже и ухо стало большим. Тернем, проверяем. здесь. Ухо. Сейчас. Ухо. Сейчас. Так, это скула, а тут у него такая шерсть, тоже таким сердечком, как у льва, такой кот шикарный, львиный такой. Так, это вот к нему уху, а сзади у него еще загривок такой есть, приходит, нога уравненная такая, уравненная затылка. Ну и все, здесь у нас так будет шерстка идти, мы будем эту часть его прорисовывать, только вот эти части. Все, сейчас у нас надо делать зрачки у кота, возьмем чернуки, попробуем, насколько он темный, темный, да, может коричневый тогда попробуем сразу делать такой сильный контраст. Коричневый вполне подходит. Зрачки у него смотрит он куда-то туда, под углом. Зрачки. 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 Тихонечко. Подчеркнем носик сбоку. Вот так. Какие-то шерстинки какие-то. Примерно. Потом еще уточнил. Темные участки сделаем. Подчеркнем глаза. Такая темная шерстка вокруг глаз. Здесь тоже глаз в ракурсе. Здесь светлая. Эту кончика мы видим, потому что под светлыми волосиками темный глаз. Тут глаз немножко в сокращении, потому что он дальше. Здесь у него такие борозды от усов. Вот так. Это я попереклю сейчас общую форму каких-то темных пятен. Причем будет держаться наш котик. Примерно так. Здесь у нас тонировка какая-то темненькая. Волосики. Смотрите за формой, куда они движутся, растут. Вот так. Прямо кончиком устает. Сильно не давим, чтобы после не ломалось. Даже если сломалось, ничего страшного. Немножечко здесь перетенем, а здесь потом рыжая шерстка не пойдет. Просто расставим теневой акцент. Вот так, здесь у него. Еще раз, вот такими временами. Здесь у него тоже немножко. Немножечко. Пальцем так расставлю. Тут у него из-под подбородка такая львиная грива выходит. И вот здесь уже по контурам. Ушла темная шерсть из-под низа. Растягиваем ее сюда. И здесь тоже у него. Сюда растягиваем. Подчеркиваю, отделяю его от фона. Прямо плоскости. Такой как-то вам не закрывать, чтобы. Так, и теряем его от фона. Так, и теряем его от фона. Чудесный. Чудесный. Здесь тоже печенюшечко. Такими немножко рванными линиями, чтобы он от пушистости его подчеркнулось. Вот. Примерно. Примерно. Так, чуть-чуть. Под глазиком чуть-чуть. Тянем. Отличнее. Тянем. Тянем. Сейчас контуры усилим. Тянемую часть. Растираем от штриха вовнутрь. Стараемся все. Ну, так оно все равно получится слегка. Простягиваем уже всю плоскость. Такая легкая фактура крафтовой бумаги. Расследовать штриха. Понравokerяем. Н theories. Тя machines. Тя spin�도ient. Ожигаю. Прeen Director. Скорilah. По Norимополу бам! Посмотрим. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. На его основе делаем... Смотрите продолжение в следующей серии. В ушах. Так... Делаем... Сейчас мы возьмем... Рыженький. Рыженький. У нас несколько оттенков рыженького. В моем наборе, по крайней мере. Есть такой светлый рыженький. Цвет... Яркий такой. Просто пальцы сейчас грязненькие. Если сильно испачкались, можно идти помыть. Вот. Такой рыженький у нас есть. И еще яркий темнее есть. Вот такой. Нам как бы похолоднее чуть-чуть. Мы его возьмем для фона. Сейчас затянем фон. Сделаем красивую растяжку. Плоскостью. Плоскостью. И растяжку. Плоскостью пастели. Не бойтесь, что будет заходить немножко на шерсть кота. Ничего страшного в этом нет. Потому что... Так наоборот. Более вписан. Более живописно смотрится. Здесь вот у меня такая шерсть. Немножко по направлению. Сделаем. И с закутиком это не станет. Плотнее. Чтобы светилось. Немножко по направлению. Немножко по направлению. Так. Примерно. Такой фон. Разровняем. Теперь. Возьмем. Следующий по тому. Этот. Видите, как работаю. Это был коричневый. Очень темный. Следующим тоном я взяла. Коричневый посветлее. Обосангинный цвет. Следующий. Я возьму. Вот такой. Цвет. Ярко-оранжевый. Это вот он. Сделаю. У кота. У него есть такие. Рыженькие пятна. Сделаю у него. Потом. Еще здесь пятнышки. С темных местах. Такими длинными. Штрешочками. Как шерсть ему идет. Полосами. Такими. Закладываем. Потому что сверху мы будем работать светлой. Постарей. Она должна лежать на темной. Тогда она будет светиться. В глазиках тоже немножко добавим лежины. В глазиках. Она там есть. Слегка. Носик тоже немного такой. Много разницы. Обходя темные. Как бы посмотрите на носики. Как в форме сердечка сверху. Здесь вот понесу русские ноздри. Я нарисую. Немного сейчас так. Тирковатый нос. Но. Он просядет. Сверху еще коричневый штрихуем. Мы сейчас. Доставляем как бы пятна. Делаем вот такие. Огненные. Рыжи. Шерстинки есть. Над вровями. Не бойтесь. Если у вас получается не так, как у меня. Но все разные. Все художники видят по-разному. Кто-то что-то в форме может увидеть по-другому в цвете. Я как бы даю основу. Вы по ней аж движетесь. Работаете. Вот такой. Тут у меня тоже жарочники. Старайтесь делать штрихи по направлению. Как у которой растет шерсть. Здесь вот прямо яркая щечка белая. На фоне. Также и шерсти. Тут слегка есть немножечко. Он чуть-чуть. Солева. Уже, ну... Здесь вот. А здесь у меня пока. Солева. Здесь вот так сходится. Солева. Вот здесь вот. Здесь вот он пока. На фоне. Все так сходится. Немножко. Уже. Продолжение следует... 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 Такое сокращение. Сейчас я подчеркну. Так. Так. Пока что все. Заложили. Сейчас мы возьмем светлый. Светлый. Светлых у нас тоже несколько оттенков. Мы ее наборим достаточно много. Такой. 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 Яркий. Светлых. Такой. Такой. Еще. Сейчас мы этим светлым одни попробуем, проложим контуры. Ничего страшного, что сейчас он будет смешиваться с темными. В принципе, волосиков на кончиках так и происходит. Они тоненькие, просвечивают через себя темный фон, так все и происходит. На сверху еще потом одним условием положим ухо наше. Вот здесь вот классные шерстники прям светленькие. Растет так вот у него. Тоже не забываем прям по форме. По форме выглядит шерсть. Как у него растет, то растет. На фотографии прям очень хорошо видно. Вот здесь вот карандаш и пачкается. Немножко подчищать. Можно салфеточкой. Форекс может быть салфеточкой. ...что отжимает салфеточкой. Мерс. Прямо по форму, как у него волной такой, тут. Прямо по форму, как у него волной такой, тут. Такие милые волосики уши. Прямо по форму, как у него волной такой, тут. Здесь у него такая шерсть. Прямо по форму. Немножко тут растушиваем. И вверх, чтобы шерстеньки лучше смотрелись направлением. Прямо по форму. Прямо по форму. Вот так. Тут у нас еще такой момент. Вот. Понимаете, здесь вот больше сделать тень. Я сейчас возьму серый. Чуть-чуть придать холодка. Немного холодка. Живописность. Немного. Поразон. И в ушах. И в ушах. И в ушах тоже. Слегка. Слегка. Немного. В ушах. И здесь вот еще. В ушах. И вот здесь вот эти. И вот здесь вот эти кусочки. Носик у него. Живописнее. Свет тёплый, слегка холодный. Немножко. Слегка растушеный. Кончик уха. Светится. Форма печени. Очкается. Форма печени. Сверю. По направлению. Возьмем светлый. Возьмем уже здесь. Сейчас мы... Коричневый. Возьмем. 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 Больше полоски направлены друг на друга. Легкая ржаната. Сейчас мы возьмем бесцветную пастель. Прямо белую возьмем. И сделаем ее на белой пятой шерсти. Возьмем самый-самый светлый. И прямо по направлению. У нас очень такой живописный кот получается. Потому что у него тут постоянно сочетаются теплые тени и холодный свет. А потом снова меняется. Холодный свет и теплые тени комбинируется. Такая живописность у котика получается. Отчеркнем вот в форме носа. Потрясается такой кот. И это вот. Продолжение следует... 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 Подчеркиваем. Сейчас здесь вот пустой глазик. Какие стены темные. Сейчас все кого-нибудь тут. Подчеркиваем здесь глаз. Музыка. 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 похож на фотографию. Но мы не ставим перед собой сейчас такие стать, чтобы прям сделать копию. Постараемся передать шерсть котика. Все впечатлило настроение кота. Вот такой пушистый, яркий. Прямо стрижечком по форме роста шерсти. Прямо так темный. Закладываешься? Попробуем. Попробуем. Попробуем сверху. Постараемся. Подчеркиваем, то, что носик у него тут узенький, сейчас еще белым крадемся. Подчеркнем, еще отделим. Здесь. Здесь. Подчеркиваем, отделяем ушко. Подчеркиваем, отделяем ушко. Здесь такие пучочки шерсти. Удаляем темные. Возьмем светлый. Еще я хочу немного развернуть ушко сюда. Паша чуть-чуть сделать. Вот здесь такие пучки шерсти у него из ушей прям. Так, здесь я хотя бы... Чуть-чуть, чуть-чуть, ниже носик сделать. Вот так. Сейчас мы белым подчеркиваем. Вот так. Еще чуть-чуть. Сейчас мы сделаем еще немножко белых пучков и уже заканчиваем. нашего котика такого вот тушного. Вы можете, если хотите, еще усилить. Карандаши я хотел использовать как раз вот подчеркнуть кое-где. Прямо такие тонкие моменты. Вот. Вот. Глаза. Клыки. И усы. Так. Зато меня почему-то не очень рисуют. Убирает такое, да, что когда пастель уже уплотнится достаточно сильно, карандаш не хочет по нему рисовать. Возьмем белую пастель и рисуем пучки усов. Такие усы. Они как бы пересекаются друг на друга и заходят. Здесь вот еще в справях у него такие волосики. Здесь вот эти подчеркнем. Здесь вот еще здесь. Легкие. Выделим. И здесь. Все. Мой котик готов. Сейчас мы делаем усы. Вот такой честный код. Ставим подпись. Поздравляю вас. Не забудьте закрепить вашу картину. Поздравляю тебя. Продолжение следует...